Портников, журналист у нас на прямой связи. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с грузинской темы, потому что, ну, сейчас как раз это тоже в фокусе внимания. И вот вопрос, который нам пришел в Телеграме, я сразу его зачитаю. Виктор спрашивает. Вопрос для Виталия. Хотелось бы спросить у вас, как у глубокого аналитика и интеллектуала, в чем конкретно выражается пророссийская партия и грузинская мечта? Они не восстанавливают дипотношения с Россией, не выступают в ЕвроАЗС, не поддерживают агрессию в Украине. Складывается ощущение, что любую политическую силу, которая призывает к держимости, автоматически записывают пророссийские. Такой вопрос от Виктора, но я, скажем так, тоже решил начать с Грузии. Вот что вы думаете, согласны ли вы с самой постановкой этого вопроса, который только что прозвучал? Я не согласен с постановкой этого вопроса, потому что он столь же циничен, сколько позиция грузинской мечты. И мы прекрасно понимаем, что эксплуатирует грузинская мечта на парламентских выборах Грузии. Она эксплуатирует страх большой части населения перед возможным новым конфликтом с Россией. Этот страх существует с 2008 года. И я считаю, что во многом то, как Запад повел себя с Грузии в 2008 году, предопределило российско-украинскую войну. Потому что стало ясно, что западные страны не готовы к активному вмешательству на стороне тех государств, территориальная целостность и суверенитет которых нарушается и унижается. Россия вообще не отделалась лёгким испугом. Не было никаких серьёзных санкций. То, что российские войска, по сути, заняли ещё какую-то часть территории Грузии, международно признанную, было воспринято в качестве такого удачного компромисса, обустроенного Николая Саркази. Кроме того, Россия даже не выполнила тех пунктов соглашения, которые были тогда достигнуты между ней и Грузией, при последничестве французского президента Европейского Союза. Что касается того, в чём состоит пророссийская позиция грузинской мечты, это можно перечислять достаточно долго. Во-первых, я бы сказал, что пророссийская грузинская мечта связана с эксплуатацией кеонаративов российской политической повестки, которые фактически уводят Грузию от возможности стать членом Европейского Союза. Вы ведь подумайте, что по большому счёту Грузия столкнулась, как и, кстати, соседняя с нами Республика Молдова, с грандиозным историческим шансом. Именно потому, что Россия напала Украину. Именно потому, что сейчас происходит эта война, Европейский Союз решился предоставить не только Украине, но и Молдове, но и Грузии, статус кандидата в члены Европейского Союза. Вот если бы не эта война, и если бы не кровь украинцев, которые они платят сейчас за собственный суверенитет, Грузия ещё бы 30 лет ожидала бы этого приколошения. Я думаю, что оно бы в любом случае не состоялось, пока не произошла бы интеграция стран Западных Балкан. То есть никогда. И это фактически создавало для Грузии комфортные условия для возвращения в российскую сферу влияния. Это надо чётко понимать. У Грузии появился шанс. Грузинская мечта этого шанса просто испугалась. Мы видим, как действует, скажем, правительство Молдовы и как действует правительство Грузии. Правительство Молдовы, несмотря на значительную оппозицию европейского выбора большой части общества и политических элит, делает всё возможное, чтобы доказать, что Молдову пригласили в Европейский Союз не случайно. В Грузии поддержка европейского курса огромная. Грузия — это именно та бывшая Советская Республика, большинство населения, которое ещё до 2008 года считало, что она должна быть принята и в НАТО, и в Европейский Союз. В то время, когда и в Украине, и в Молдове большинство населения было против не только евроатлантической, но и европейской интеграции зачастую. Грузинская мечта принимает законы о иноагентах. Это абсолютно унизительный, вот в этой редакции, закон российского типа, который позволяет грузинской мечте в будущем осуществлять контроль за гражданским обществом. И мы прекрасно понимаем, что этот закон является такой сигнальной лампочкой для Москвы, что мы хотим быть как вы. Да, мы не устанавливаем дипломатические отношения, просто у себя устраиваем вторую Россию. Второе, что сделала грузинская мечта, это принятие закона о борьбе с так называемой пропагандой гомосексуализма. Это тоже то, с чего начинается любой авторитаризм. Сталинский, гитлеровский, путинский. Любой авторитаризм, любое превращение общества в стадо свиней начинается с преследования меньшинств. И это тоже пророссийская политика, потому что таким образом грузинская мечта, эксплуатируя какие-то там архаические пережитки в обществе и стремление найти общий язык с грузинской православной церковью, которая не до конца, понятно мне, причинам нравственного свойства остается агентурой Российской православной церкви в Грузии. Она фактически отталкивает Грузию от Европейского Союза, от Европейского выбора, от цивилизованного мира. Создает реальные комфортные условия для будущего поглощения Грузии, Россией и Китаем. Это какая позиция? Зачем нужно иметь дипломатические отношения, если ты превращаешь собственное общество в общество, живущее по российским законам? Кроме того, давайте поговорим о поддержке Украины. Опять-таки, мы можем увидеть, как менялась эта поддержка Украины в Молдове, которая также опасается большое число людей, тех проблем, которые могут возникнуть с Россией, и что происходило в Грузии. В 2008 году наш президент Виктор Ющенко был одним из тех европейских лидеров, кто прибыли в Белисе в знак солидарности с грузинским народом. Киев пытался противостоять использованию Черноморского флота Российской Федерации для войны в Грузии, настолько, насколько это тогда было возможно. И это при том, что сам президент сталкивался со значительной общественной оппозицией, что огромное число украинцев тогда было абсолютно безоговорочно на стороне Москвы. Вы помните, какими авторитетными у нас были пророссийские силы, и насколько влияние России было сильно прежде всего в восточных и южных регионах нашей страны, которые были политической ботчиной Кремля и тех сил, которые были связаны с криминализированной партией регионов. Виктор Янукович. Тем не менее, наше руководство пошло на эту поддержку. И большое число украинцев тогда искренне сочувствовало Грузии в ситуации этого столкновения с Россией. Я уже не говорю об экономической поддержке. Грузинская мечта постоянно утверждает, что санкции против России она вводить не должна. И это напоминает позицию таких пророссийских государств в Европе, как та же Сербия. Что эта позиция Киева связана с тем, что хотят устроить войну еще и в Грузии, открыть какой-то следующий фронт. И опять-таки, я хотел бы напомнить, что все эти заявления руководителей этой партии, они противоречат мнению большинства грузин. И когда речь идет о поддержке Украины, и когда речь идет о поддержке европейской интеграции, когда речь идет о поддержке евроатлантической интеграции, большинство грузин, в том числе избирателей грузинской мечты, они за это. То есть эти люди совершенно сознательно ломают своих избирателей через колено, используя их страх. Ну, простите, я бы хотел напомнить, что меня трудно обвинить в том, что я являюсь таким агентом политического влияния единого национального движения Михаила Саакашвили. Я критиковал Михаила Саакашвили с дня, когда он пришел к власти. Достаточно жестко. Всегда говорил, что грузинские реформы обратимы. Что то, что происходит в Грузии, отнюдь не является какой-то там прямой дорогой к успеху. Говорил о том, что грузинское общество остается, по сути, советскими, патриархальными, что коррупция в Грузии, если побеждена на низовом уровне, то остается достоянием элит. Все это я говорил не тогда, когда Михаил Саакашвили проиграл выборы в парламент, и не тогда, когда окончился срок его президентства, а когда он был президентом. Но, простите, я считаю, что грузинская мечта за эти десятилетия совершила грубый подлог. Они приходили к власти под лозунгами борьбы с коррупцией и продолжение европейского и евроатлантического курса страны. А фактически выродились в партию автократического типа. Кстати, я хотел бы напомнить, что очень многие люди, которые поддерживали их программу, и которые утверждали, что грузинская мечта является партией такого антикоррупционного, проевропейского типа, они отнюдь сейчас не в грузинской мечте. Президент Грузии Соломея Зарубашвили была избрана на постглавы государства голосами грузинской мечты. Они ее поддерживали, поддерживал Бедзина Иванишвили. У Соломея Зарубашвили был резкий конфликт с Михаилом Саакашвили, тогда, когда она была министром иностранных дел Грузии. Ее трудно обвинить в том, что она агент какого-то там влияния оппозиции. Георгий Гахария – это бывший премьер министра Грузии, времен Бедзина Иванишвили. Все эти люди увидели, что фактически политическая паранойя Иванишвили, человека, который попытался превратить Грузию в собственность, и который так и не стал политическим деятелем, а остался бизнесменом, использующим Грузию в качестве инструмента даже не для своего обогащения, а для своего спасения, если хотите. Это тоже очень опасная программа для существования общества, когда фактически страна приватизируется олигархами. Кстати говоря, эта приватизация Грузии и Иванишвили началась еще во времена президента Саакашвили. Можно было рассчитывать, что произойдет эволюция, но она же не произошла. Бедзина превратил Грузию в такую собственную крепость. Мы помним людей, которые пытались ровно так действовать со странами, в которых они оказывались вдруг хозяевами положения. Это Влад Плохотнюк в республике Молдова. И это привело к глубочайшему политическому кризису в стране и фактическому откату Молдовы от проевропейского политического курса и хотя бы временному приходу к власти пророссийских сил во главе с Игорем Додоном. Это Игорь Коломойский в Украине. Тоже очень яркий пример такого рода попыток использования сначала отдельного региона, а потом страны в своих личных целях спасения от западного правосудия. Ну вот вам еще один такой пример, который мы видим в Грузии. И это трагический пример для Грузии, для грузинского народа, потому что если сейчас не удастся отстоять, так сказать, право грузин на честные выборы, у меня нет никакой уверенности, что это произойдет, то возвращение Грузии в российскую сферу влияния, оно неизбежно. И все разговоры о том, что кто-то призывает к какой-то умеренности, мне кажется тоже абсолютно циничным заявлением нашего слушателя и читателя. Я такую, я бы сказал, галиматью постоянно слышу от российских умеренных там либеральных политологов, которые абсолютно серьезно говорят, что вот две стороны, Россия и Украина, не хочет мира. А вот они не хотят мира, они хотят обе стороны. Так, как будто наши территории не оккупированы Россией, так, как будто это не Россия начала войну против Украины, так, как будто это Владимир Путин не говорит о том, что любые переговоры о мире возможны в случае, если украинские войска выйдут с тех территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под нашим контролем. Так, как будто каждый день российские войска не бомбят инфраструктуру Украины. Я совершенно согласен, что любой русский и русскоязычный должен четко понять формулу государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и других политиков западных, которые четко говорят, что если Владимир Путин захочет окончить эту войну, он ее может окончить за один день. Если Владимир Зеленский захочет закончить эту войну, это будет означать окончание украинской государственности. Никакой возможности договориться посередине нет, никогда не было, и в ближайшие годы этой войны, к сожалению, не будет, даже если у кого-то создается такая иллюзия. Война может закончиться либо ликвидацией государственности Украины, либо тем, что удастся нам отбиться от России, и на той территории, которая будет контролироваться украинскими войсками, сохранить нашу государственность, вне всякого сомнения, враждебную к российскому государству и ко всем проявлениям человеконенавистнической цивилизации, которая была создана на территории Российской Федерации в последние позорные для русского народа столетия. Вот и все. Вовлечение в эту войну... Грузия это тоже относится, кстати говоря, если вы помните, что не только часть территории Грузии находится под фактическим контролем российских войск, но и большинство населения, жившее на этой территории, изгнано с этой территории в результате этнических чисток, благословенных и проведенных России по самому, я бы сказал, такому отвратительному сценарию, напоминающему югославские войны или Вторую мировую войну. Вовлечение Северной Кореи в войну, потому что сегодня глава НАТО заявил о том, что есть данные, подтвердающие, что КНДР развертывает свои позиции в Подкурском, то есть велика вероятность прямых боестолкновений КНДР и Украины. Что это значит? Вот если КНДР, а это не прокси, это реальные регулярные войска северокорейского государства, что это значит, вовлечение КНДР в эту войну? Это означает, что Владимир Путин пока что пытается закрыть свои мобилизационные дыры войсками тех стран, которые являются союзниками российской федерации. Кстати, я не согласен, что КНДР не прокси, это прокси государства. Это государство, созданное Сталином и Мао Цзюдуном на части оккупированной территории Корейского полуострова. То есть фактически такая ДНР-ЛНР размером с кусок Кореи. Просто утвердившиеся и провозглашенные независимыми государствами не аннексированы. Вот Сталин мог бы взять и объявить это Корейской ССР. Чем бы это отличалось от Тувинской, скажем, АССР в составе России? Это же тот такой же, в общем, государство, которое было просто создано из куска Китая в Икраину, а потом присвоено Сталину. Ну, ровно такая же могла быть история. Он просто ее оставил независимым государством, как Путин до сих пор оставляет псевдогосударством какого-нибудь Приднестровья или Абхазию. Понимаете? Вот вам прекрасный ответ на этот вопрос. И я думаю, что и Россия, и Корея, это сегодня северная, это сегодня прокси Китая, по большому счету, с политической точки зрения. Но последствия этого какие могут? Будет отложена мобилизация граждан Российской Федерации, которая рано или поздно может понадобиться Владимиру Путину, если он хочет ускорить борьбу с Украиной, войну с Украиной с точки зрения достижения своих целей. Путин явно не хочет этой мобилизации. Мы, Вадим, об этом говорили, мне кажется, уже много лет подряд, что особого желания проводить такую общую мобилизацию у него нет. Он видел, что когда он предыдущую мобилизацию объявил, люди голосовали за нее ногами. Понятно, что уезжает наиболее экономически, дееспособная часть общества. Это тоже его не устраивает. Понятно, что и в этом случае люди начнут разбегаться, как смогут. Еще какой-нибудь миллион людей бежит. Ну и он пытается, по крайней мере, это отложить, если не без этого обойтись. Для этого ему нужны северокорейские солдаты. Насколько их будет много, это тоже большой вопрос. Потому что, опять-таки, понимаете, у всех трех игроков разная цель. У Си Цзиньпина цель состоит в том, чтобы как можно менее серьезным было участие северокорейских военных в войне. У Ким Чен Ина есть цель, чтобы корейский спецназ, северокорейский спецназ и другие регулярные войска могли потренироваться на Украинском фронте для последующей войны на Корейском полуострове, которая, в принципе, судя по последним заявлениям Ким Чен Ина и его отказу от идеи, так сказать, мирного воссоединения Родины и объявления Южной Кореи другим государством, судя по всему, к этой войне готовится в Пхеньян. У Путина есть стремление получить инженерные войска, которые могли бы помогать Владимиру Путину в каких-либо там конкретных работах, которые сейчас не очень хорошо российской армии выполняются, или позволить частям российской армии, которые находятся, например, на Курском направлении, отправиться на направление Донбасска или Харьковска. То есть, насколько удастся всем трем дестабилизаторам порядка в современном мире прийти к согласию, при том, что Си Цзиньпин не столько хочет с ними договариваться, сколько объяснять им, как им нужно жить, это очень большой вопрос. А для чего это нужно Китаю? Поскольку Китай, ну, это уже держава самостоятельная, самодостаточная, которая в 50% опять же товарооборота с западными странами. То есть, зачем Си Цзиньпину и Китаю вовлекаться в украинскую войну? Если мы рассматриваемся как прокси Китая, то это вовлечение. Вы все время забываете, что Си Цзиньпин, но не только представитель Китайской Народной Республики, он генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Китай — это коммунистическая диктатура. Сомневаться в этом не нужно. Мы могли, знаете, в конце 80-х и 90-х годов задаваться детским вопросом, может ли быть коммунистическая диктатура с рыночной экономикой. Потому что мы привыкли к догматическому мышлению наших с вами дедушек и бабушек, которые были уверены, что коммунизм — это исключительно плановая экономика, так сказать, Байбаков-Гарбузова и всякая такая фигня, которая существовала в Сталинском Советском Союзе. Кстати, могла не существовать в Ленинском, где был НЭП. НЭП. Так сказать, разделить, в котором можно на двоих поместиться. Для этого Китаю нужно, чтобы ключи от всех мировых конфликтов находились в кабинете Си Цзиньпина, в такой шкатулке, и чтобы все понимали, что вот Кащеева смерть там. И для того, чтобы решить любые проблемы, которые создают сложности для Запада, нужно ехать в Пекин. Российско-украинская война — Пекин. У Китая есть мирный план, который, разумеется, оставит Россию бенефициаром этой войны. И, разумеется, Китай может осадить Северную Корею, а может и позволить Ким Ченену отправлять солдат и снаряды, если с Китаем неправильно разговаривают. Иран, Пекин, фактически вся иранская экономика, как и северокорейская, как и российская, кстати, зависит от Китая. Поэтому Ближний Восток — это Пекин. Если будет война на Корейском полуострове — Пекин. Какие вообще конфликты существуют, которые можно было бы разрешить, не соглашаясь с тем, что именно председатель Китайской Народной Республики скажет, как будет устроен мир. Именно от председателя Китайской Народной Республики сейчас зависит, где будет проходить граница Китая. По границе Российской Федерации и Украины или по границе Украины и Польши. Если он будет помогать и дальше России, боевать с Украиной, а Запад будет продолжать думать, как ему, так сказать, помочь Украине, чтобы не избежать поражения России. Поэтому, безусловно, Китай, опять-таки, он зависим от Запада экономически, но и Запад зависит от него экономически, становится понемногу хозяином современного мира. И если действительно 5 ноября не просто Дональд Трамп идет в власти, но вместе с ним придет команда людей, заинтересованных в лоббировании экономических интересов Китая, таких как Илон Маск, то и Соединенные Штаты понемногу политически начнут подпадать под китайское влияние, потому что главные американские миллиардеры будут делать все возможное, чтобы у Китая были комфортные условия существования в мировой экономике. Агутерш, глава ООН, Генсек ООН, он почувствовал это? Для чего он поехал на БРИКС? Для чего ему нужно было рукопожатие с Владимиром Путиным? Зачем он вообще там был? Я думаю, что ему нужно было присутствие в неком клубе, который он тоже может считать альтернативным клубом мировой политики. Я не считаю, что это вообще разумные политические действия. Я вообще считаю, что человек, который возглавлял социалистическую партию Португалии, ту самую партию, которая избавила португальцев от коммунистов и от коммунистического правления, который был премьер-министром одной из стран Европейского Союза, не точно не должен был бы присутствовать в Казани. Это на самом деле позор не организации объединенных наций, это позор западного мира. Понимаете, если представителем ООН на этой встрече, там вот был бы генеральный секретарь сейчас какой-нибудь страны глобального юга, Индии, Мьянмы, там даже страны Латинской Америки, у меня не возникало бы таких вопросов. Но когда представитель Запада, уважаемый западный политик с репутацией едет в Казань и при этом избегает саммита мира в Швейцарии, вы же помните, что он еще туда не поехал, и же еще не только вопрос, куда он едет, еще вопрос, куда он не едет, то это, конечно, либо политическая близорукость, либо стремление, так сказать, найти себе поддержку в лагере альтернативном западном. Зачем это нужно генеральным секретарьом, который завершает свою политическую карьеру, для которой переизбан, судя по всему, на последний срок своего пребывания в этой должности, для меня очень большой вопрос. Я думаю, что Гутерриш ищет место посредник, что он считает, что рано или поздно все конфликты будут оканчиваться посредничествами, главную роль в этом посредничестве будет играть Китай, и он бы хотел, чтобы он, как генерал, не секретарь организации объединенных наций, просто стоял тут рядом, как это было вот в истории с зерновой сделкой, и показывал свой авторитет и авторитет своей организации, тогда, когда Китай продиктует России и Украине условия их дальнейшего сосуществования. Это такая, может быть, функция и представление о будущем. А Эрдоган? Все-таки Турция страна НАТО, она часть этого военного сообщества, этого военного блока, А Эрдоган тоже едет к Путину? Да, едет, но и не впервые, как говорится, эти встречи происходят, но Эрдоган постоянно балансирует между НАТО и глобальным югом, он мечтает быть лидером этого глобального юга, одним из лидеров. Кстати говоря, я не уверен, что у него так легко получится, понимаете, потому что амбиции Турции, которая стремится быть лидером тюркского мира, они постоянно, так сказать, встречаются географически с амбициями Китая, и которому не нужны другие лидеры. Вот посмотрите, да, Эрдоган приехал в Казань, но важно же опять, куда он не приехал, он не приехал в Ашхабад, где должен был происходить саммит тюркских государств, на котором Туркменистан должен был присоединиться к организации тюркоязычных государств, организации тюркского мира. А в результате Туркменистан никуда не присоединился, Эрдоган никуда не приехал, там был какой-то очень странный форум культурно-литературного характера памяти великого туркменского поэта и мыслителя Махтум Кали, зато туда приехал Владимир Путин, как вы помните, и руководители многих стран, являющихся особыми союзниками Китая, таких как Иран, например, но не тюркских, не тюркских. Так что, с одной стороны, Эрдоган пытается всеми доказать, что он один из лидеров тюркского мира, а с другой стороны, понятно, что конкуренцию с Китаем ему все равно не выиграть, а воюют они, по большому счету, политически воюют пока что, за одно и то же пространство. А Запад коллективный, я понимаю, что Запад неоднородный, но тем не менее, если мы берем просто такое обобщенное понятие, он насколько адекватно реагирует на эти вызовы? Усиление Китая, войну в Украине, мы видим, конечно, то, что происходит, но тем не менее, если обобщить и проанализировать, есть четкое понимание того, как можно действовать в этой ситуации у Запада коллективного? Нет, к сожалению, нет никакой адекватной реакции по одной простой причине. Я думаю, что за годы Российско-Украинской войны Запад убедился в том, чему не хотел убеждаться. Это связано прежде всего с тем, что оказалось, что западные экономические санкции, они не бьют по странам, против которых они вводятся, так, чтобы эти страны пошли на какие-то политические компромиссы и отказались от силового воздействия на другие государства. Это было, собственно, ясно уже с Ираном и Северной Кореей. Вот сейчас спрашивают, а что Запад может сделать Северной Кореей? А ничего, он вел против нее все возможные и невозможные санкции. Ничего. Но с Россией же оказалось еще хуже. На Западе с 2014 года считали, что вот как они введут санкции из ада, так Россия на все и согласится. Была такая иллюзия еще у президента США Барака Обамы, что я вот эти санкции не ввожу, но Путин знает, что если я их введу, то будет очень плохо. Мне кажется, что Путин в 2022 году тоже так думал. Это оказалось не так, как оказалось, что существует альтернативная глобальная экономика, которая способна поддерживать страны изгоя ровно столько, сколько это нужно, например, Китай. И Индия, которая тоже не хочет с этими странами ссориться. И это означает, что Запад экономически бессилен. Для того, чтобы Запад стал сильнее, ему необходимо думать о вторичных санкциях против стран, не считающихся с его ценностями. Потому что, если будет ситуация, когда одна из стран, то страна Y, будет начинать войну, Запад будет вводить против нее санкции, одновременно поддерживая плодотворное экономическое сотрудничество со страной X, которая в свою очередь поддерживает страну Y, то ни о каких серьезных санкциях Запада, ни о какой серьезной роли Запада и о выживании Запада в перспективе, даже если у Запада будет сильнейшая экономика в современном мире. И речи не идет Запад рухнет рано или поздно. Потому что совершенно уже очевидно, что нарушение правил практически остается не наказанным, что у Запада нет рычагов воздействия реальных. Вот мы всем говорим, вот завтра Россия окончится, то в 2024 году мать должно было окончиться, в 2025, потом перенесем на 2006 год, а потом вдруг окажется, что еще можно в таком состоянии существовать еще 10 лет, например, и продолжать отравлять жизнь всем. И это будут уроки. Я вам скажу, что еще впереди следующие уроки. Если Россия окажется способной применить ядерное оружие против неядерной страны, например, против Украины, мы вообще попадем в совершенно новый мир, где каждое государство будет думать о том, как бы ему иметь атомную бомбу, чтобы обезопасить себя от уничтожения. Это уже на повестке дня. Я думаю, что если это не будет в 20-е годы нашего столетия, то обязательно будет в 30-е. Мы еще в таком мире поживем. Ну, не очень долго, но зато насыщенно. А демонстрация военного потенциала и военных возможностей на примере Израиля, например, ответ Ирану ограниченный, но тем не менее показавший, что, например, у Ирана практически нет ПВО, потому что 140 израильских самолетов господствовали в небо, нанесли ограниченный удар, чтобы не эскалировали, и вернулись. Все вернулись на базу. Это очень серьезный такой показатель того, что мы с вами можем сделать, если на самом деле захотим. Конечно. Мог бы это продемонстрировать, например, Российской Федерации? Не мог бы, потому что Российская Федерация ядерная держава. Запад это даже Северная Корея продемонстрировать не может. Иран просто не ядерная держава. Но когда Иран станет ядерной державой, если он станет, это тоже всегда будет большим вопросом. Как действовать по отношению к Ирану? Потому что никто никогда не сможет до конца предсказать готовность или неготовность, например, Яталы Хаминьи, нажать на какую-нибудь кнопку. Как никто не отвечает за действия Путина. Слушайте, не отвечает. Мы видим из этой книги Боба Вудварда «Война», что Путин, в принципе, готов был применить ядерное оружие. Кстати говоря, когда я об этом говорил в 2022 году, многие эксперты, и мои коллеги, и в Украине здесь, многие отмекивались от моего прогноза и говорили, что я вообще не понимаю Путина, что он не сумасшедший, что он не способен на такие действия, что он трус и дрожит за свою человеческую жизнь. А я как раз считаю, что я понимаю Путин. Такие люди, как Путин, уверены в своей безнаказанности и готовы переходить любые красные линии. Поэтому, да, Израиль может бить по Ирану по той простой причине, что на сегодняшний день у Израиля вроде бы есть ядерный потенциал, а у Ирана его вроде бы нет. Но ситуация может измениться не в лучшую сторону и уже в ближайшие годы. На ваш взгляд, все-таки, вот уже в завершение, поскольку вас скоро нужно отпускать, эта ось, она в какой стадии формирования находится, если она формируется? То есть на каком сейчас этапе вот это некое такое сближение стран, которые хотят участвовать в разделении мира на сферы влияния? Хотя я не считаю, что есть ось, я считаю, что есть Китайская Народная Республика. Никакой оси нет. Вот понимаете, как нет никакой Хизбаллы и нет Хамаса без Ирана? Вот представьте себе, что нет Ирана или нет какого-нибудь Катара, который финансирует Хамас. Как вы думаете, долгое время просуществует терроризм в секторе Газа? Недолгое. Да, антиизраильские настроения там могут сохраняться десятилетиями, но все это может перейти в политическую плоскость. Плоскость политической конфронтации, переговоров, требования создания собственного государства, обсуждения проблем беженцев, репараций. Это все политическая история. И деньги, кстати, миллиарды, которые Европейский Союз выделил сектору Газа за эти десятилетия, могут быть использованы для того, чтобы создать там процветающее общество, а не арену для терроризма. Потому что, когда все рассказывают о том, как ужасно живут люди в секторе Газа, я напоминаю, что те миллиарды долларов помощи, которые были бы ими выделены, их достаточно, чтобы там были Эмираты, а не сектор Газа. И это тоже должен помнить каждый, кто выходит на демонстрации в поддержку террористических организаций. Даже если у него антисемитские настроения являются определяющими в его этих сумасшедших походах. Ну вот. Но тем не менее, тут точно так же и с Китаем. Если бы не было Китая как экономического рычага, я вас уверяю, что война России с Украиной закончилась бы примерно в марте-апреле 2022 года, после первого же раунда западных санкций. Иран не бомбардировал бы Израиль. Не было бы ударов по Израилю со стороны Хамаса и Хизбаллы. И не было бы перспективы войны на Корейском полуострове. Поэтому оси зла никакой нет. Есть Центральный комитет Коммунистической партии Китая, Военный совет ЦК КПК, и четкое стремление Китая не ограничивать, так сказать, своих условных союзников в их намерении. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Виталий Портников был с нами на прямой связи. Спасибо вам большое и до следующего раза. Всего вам доброго. Спасибо. Мы продолжаем.